В молодёжном центре «Маяк» сегодня за круглым столом волонтёры и депутат областной думы. Все друг с другом давно знакомы, но больше по общественной работе и совместным проектам. А сегодня разговор, что называется, без галстуков. Темы на повестке, которые волнуют сейчас многих россиян. Часто, когда приносят посылку от губернатора, люди выражают свои, кроме слов, благодарность, обеспокоенность. И мы видим, что сейчас людей волнует, что где-то холодно стало кому-то. И в доме, и в подъезде. И в этом направлении тоже работаем. Поговорили с ребятами о том, что они обобщают всю информацию, будут передавать её мне и в нашу матищинскую администрацию. Для того, чтобы быстро отрабатывать и просьбы людей устранять. О проблемах матищинцев эти ребята знают не понаслышке. Активисты волонтёрского корпуса одними из первых пришли на помощь жителям. И всё это время участвуют в формировании и доставке пенсионерам и многодетным семьям продуктовых наборов. Работа. И я благодарю ребят, которые не за деньги, а просто по зову своего доброго сердца откликнулись и работают. И здесь не только молодые люди. Есть у нас несколько волонтёров, которым уже за 50, которые тоже так же наравне с молодыми ребятами ходят, таскают коробки. И после своей работы тратят время на то, чтобы помогать людям. К работе волонтёров депутат относится с уважением и даже готов помогать не только словом, но и делом. К тому же всё уже подготовлено для раздачи. Губернаторские продуктовые наборы отсюда отправляют к адресатам. Вместе с ребятами Никита Чаплин, захватив пару коробок, направился в одну из многодетных семей округа. Какие-то, может быть, пожелания, что-то передать хотите? Тепло дома? Или всё нормально? Тепло? Ну, интересно. Или, наоборот, холодно? Да нет, нормально. Не болеете уже? Нет, не болеем. Очень расслаблено. Хорошо. Спасибо. Да. Всего доброго. Для второй встречи Никита Чаплин предложил выбрать новую тему, чтобы разговор и в следующий раз получился интересным и познавательным для обеих сторон. Юлия Федориненко, Денис Петров, Первый Матищинский.